Ну привет, пошли. И где он тебе взял такую? Ну, где надо, там и нашёл. Ну понятно. Сейчас спросим у него, где он взял такую красотку. И что он в тебе нашёл? И дверь открыть не может. Всегда мне не отливают. Ну привет. Ну здравствуй. Пойдём. Ты тоже красотка. С дома знаю. И без тебя. Ну он мне говорил, что брюнеток любит. Ну мало ли что он может говорить. Мы встречаемся с ним пять лет. Пять лет. Как давно вы с ним познакомились? А мне это что до этого? Откуда ты взялась? Откуда надо было? Откуда и взялась. Ну, спросим сейчас у него. Так. Ну что? Ты будешь встречаться? Давай вместе. Ну давай. Открывай, открывай. Открывай. Стучи. Стучи сама. Ну почему я, а ты стучи? Идут же пять лет встречает. Нет. Ну, помоги мне. Да он спит, небось, чего стучать? Может, там третья? Ой, это будет еще веселее. Давай, открывай. Открывай, говорю. Открывай, говорю. Ну, здравствуй. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Раздевайтесь. Давайте помогу. Помоги, пожалуйста. Да, сынок. Сынок, ко мне тети пришли разговаривать. Сейчас мы поговорим и это самое. И я буду с тобой играть, хорошо? Я для любви не скользлюсь, выиграю. Сынок, мне сейчас очень важно с тетями поговорить. Давай я тебе мороженое куплю. Не, не долго, сынок. Давай мы тебя возьмем тогда с нами играть. Будешь с нами? Да. Ты не делал, что ты будешь, а вообще ты не будешь. Будем вот так. Сынок, так я буду, я вот все, они пришли, и сейчас я буду с тобой играть. Все, давай, иди ко мне. Все, давай, иди ко мне. Вместе будешь с нами играть? Мы будем играть в выяснение отношений. Это такая игра, сынок, в которой зло... Заговаривайся же. Нервов. Разполновался? Взрослые постоянно сынок играют в игру в выяснении отношений. Все время друг с другом что-то выясняют, выясняют. Мы сейчас будем с тетями выяснять отношения. Будешь с нами в эту игру играть? Да, нам скучно. Скучно? А вот нам не скучно. А взрослым нравится. Мы вот любим. Нравится, взрослые играют. Мы все время вот любим. Мы выясняем, выясняем, кто кого, кто кому что не додал, кто кому что дал. Ну, такие вот мы взрослые люди, нам нравится. Ты играешь с нами? Мне очень надо сейчас с тетями поговорить. Хорошо? Что? Что-то другое? Ну, давай чуть-чуть в эту игру, а потом в какую-то другую. Хорошо? Согласен? Ладно. Давай, все. Давай, Галиночка, я с тебя платье сниму. Это я, Галиночка. Да, простите, я отпутаю. Как добрались? Отлично добрались. Отвратительно добрались. Ну, не знаю, у меня хоть без грив. Да тебя всегда кто-нибудь подвозит, я уже привык. А я на своей машине приехала. Жуткие пробки все вообще. Ну, не женское ты делала. Ну, что? Я, честно говоря, не знаю, если я по-дурацки чувствую, вроде как прощения просить не хочется. Я считаю... Ну, а почему не хочется? Ты вообще не хочешь нам объяснить что-нибудь? Ну, а что тут объяснять? Я люблю и тебя, Галина, и тебя, Даша. Ой, Галина, Даша, простите. Я люблю тебя, Галина, и тебя, Даша. Просто я знаю, что у женщин такие собственницы, что если вы бы узнали, что я с кем-то еще встречаюсь, бы началась вот эта вот... А вы мужчины такие полиганты... А я не хочу ни тебя терять, ни тебя. Ну, вот я предлагаю тебе втроем. Вы пришли предложения мои услышать, что ли? Или вы пришли разборки? Вы скажите, зачем пришли просто? Послушать тебя. Послушать меня. Ну, вот я говорю, я люблю и тебя, и тебя. Я не хотел бы расставаться ни с тобой, ни с тобой. Ну, а тебе не кажется, что... Я не представляю своей жизни. А почему мне не должно быть жирно? Почему вы не хотите, чтобы мне было жирно? А почему вы должны делить себя? Почему вы должны меня делить? Потому что вы меня любите. Вы меня любите. Вы хотите быть со мной. И вы без меня не можете жить. Потому что если бы вы могли без меня жить, вы просто бы удалили мой номер. Все, удалились бы из друзей. Я просто хочу твоего внимания. Зачем ты... Ну, а что это постоянно война за внимание? Все время вот война за внимание. Вот вы же не дети. Вот, посмотрите, вот ребенок бьется за мое внимание. А вы же взрослые женщины. Почему вот это вот, что откуда вот это вот? Я должна делить тебя с другой женщиной, Николай. А почему ты это называешь делить? Я что, этот самый? А вообще, что ты в ней нашел? Я кусок сыра, что ли, чтобы меня делить? Почему надо делить живого человека? Откуда вот у вас идея такая, что кого там надо делить? Вы что, эти самые дровосеки, блин? Бензопильщики? Ну, ты не хочешь что-нибудь вообще конкретно мне объяснить? Что еще, значит, еще раз. Я в миллион раз объяснял тебе, что я... Мы встречаемся с тобой уже очень давно. Да. А я подумал, я познакомился с Дашей. Зачем тебе Дашей? Потому что... Что у тебя нет? Хорошо, я буду искренен, потому что она блондинка, ты брюнетка. Я хочу, чтобы... И что, у тебя волос? Да. Я могу покрасить одну половину белую, другую... Это некрасиво будет. Нет, ну у тебя и темперамент другой. Ты какая-то такая темненькая по темпераменту, она светленькая. Ты такая более ядреная, она более нежная. Хочу, чтобы в моей жизни все было. Если вы не можете... Не то, что вы не можете. Вы мне нравитесь. Вы идеальнее. Вы просто хотите разнообразия какого-то. Я хочу разнообразия. Я хочу, чтобы у меня были две партнерши. Я бы с удовольствием с вами вдвоем жил. Но я знал, что если я вам об этом скажу, вы меня бросите. Что и произошло. Я очень рад, конечно, что вы без меня жить не можете. А, ну вообще в стране равноправие, да? Вы хотите тоже несколько мужчин. Да. Давайте, хорошо, я согласен, да? Да, то есть вот у нас будет дом. Мы будем туда приводить всех. У тебя будет много женщин, а у меня будет много мужчин. Ну да, это тоже как-то не очень. Ты приехала, но ничего не предъявишь. Мне, сука, так может быть мы с собой просто посидим. Так, слушай, либо ты со мной, либо ты не веришь в ней, все. В этом городе мне так приятно, но сажать тебя на руках. Ну, просто это нормально, чтобы у себя... А вы хотите нормально? Да, мы хотим быть нормально, чтобы у вас со своей болью и одному человеку, чтобы не сомневаться. Не думать о том, когда у нас близость. Ты хочешь, чтобы я верил, чтобы я верил? Это просто такая идея, что раз это он не со мной, значит я должна в нем сомневаться. Не надо сомневаться во мне. Почему во мне надо сомневаться? Ну да, я тебя люблю, тебя. И не будем друг другу сомневаться. Ты будешь знать, что у меня есть еще Даша. Ты будешь знать, что у меня есть еще Греб. Греб какой-то. Ну, может быть, еще у тебя кто-то... Нет, все, договорился, что... Нет, вот вас двоих мне абсолютно достаточно. Прости, тебя одной мне не хватает. И тебя одной мне не хватает. Вот у вас двоих, вот это прямо идеальный вариант. Вот ты прям как мужчина, ты уверен, что твоего внимания хватит на двух девушек. Ты сможешь... Слушай, люди расстаются, им не хватает внимания внутри пары, когда живут вдвоем, а постоянно друг друга пилят. То, что не хватает внимания, это не причина, что у человека еще кто-то есть. То есть, внимания не хватает, потому что у человека внутри дыра. И вам нужно разбираться с дырой своей внутри вас, а не с тем, что вам внимания... Потому что вам внимания не хватает всегда. Вам на самом деле не хватает собственной любви к вам же. Вас родители когда-то не любили и научили вас, что надо быть каким-то определенным, чтобы вас любили. Теперь вы отменяете эту любовь. Вы ни от кого ее не получите никогда. Нужно себе дать любовь. Ну, то есть, мы теперь можем тоже с Дашей найти себе еще нескольких мужчин, и мы все будем... Я вот это не знаю. Либо он со мной, либо я одна. Все. А ты же не смогла быть одна. Ты же меня бросила, послала, позвонила, сказала, что все. Я все же надеялась, что ты с Галей все. Ну-ка, что это за какой-то дележка? Мы на рынке, что ли? Пилим помидоры. Причем тут рынок? Причем тут вещи? Ну, Башусь, вы не можете без меня жить. Ну, признайтесь, я не можете. Вы меня любите. Все. Все? Ну, так давайте жить вместе. И я без вас не могу. Мне тоже без вас плохо. Глеб, я хочу разобраться. Объясни мне. Мы так давно вместе. Когда у тебя перестало хватать моего только внимания? Когда появилась Даша? У тебя все время кто-то был? Мне всегда, всю жизнь хотелось с твоими девушками жить. Ну, и ты решил, да, осуществить свою мечту. Ну, да, я с тобой встречался, а потом появилась Даша. И как-то так все само собой получилось. И мне страшно было тебе говорить, потому что я знал, что вот будет вот такое разборки, что ты меня бросишь. Напишешь мне, что я козел. Ты козел. Ты пиздобол. Ты пиздобол. Ты придурок. Придурок. Ну, да. Мне вот не хотелось твои оскорбления, может, слушать. Мне так нравилось, что ты меня любила. Ну, а мне тоже не хотелось попасть вот в такую ситуацию, которую ты искусственно создал. Нет, я думаю, что хотелось. Мы все хотели в такую ситуацию попасть, иначе мы бы в нее не попали. Раз мы в нее попали, значит, мы хотели. Мы, значит, бессознательно стремились. Вот нам нужен был этот опыт. И сейчас мы его получаем. Ну, и что ты получил? Ты получил скандал. Я получил то, что я... Я получил то, что я, может быть, впервые в жизни говорю вам правду. Вот я никогда в жизни правду женщинам не говорил. Я всегда их обманывал. Говорил, тебя люблю. Потом кому-то там писал, я тебя люблю. Вот так всю жизнь вот так вот обманывал. Мне не хватает одной женщины. Если бы я в начале отношений к женщине сказал, слушай, мне тебя не хватает, прости. Она бы сказала, да пошел ты в жопу. И каждый хочет вот в этой иллюзии жить, что он вот заполняет собой все. Ну, нет, все не заполняет. И если вы почувствуете, что я вас не заполняю, я готов к тому, что вы кого-то еще найдете, кто будет вас заполнять. Слушай, любить-то можно многих, но быть-то с одним нужно человеком. Почему? Вот кто сказал, что нужно быть с одним человеком? Вот где я написал? Я так чувствую. Во мне это написано. Ты чувствуешь, что надо быть с одним человеком? Но ты же меня не бросила. Не бросила, но я что люблю. Ну, вот ты меня любишь. Значит, получается, что у тебя есть идея, что надо быть с одним человеком, а сердце твое говорит, я его люблю. Получается, что это просто идея, которая делает тебя несчастной. Нет, это идея из трех человек тебя делает несчастным. Ты вообще хоть знаешь хоть одну историю, где трое были более счастливы? Всегда один. Мы будем первыми, значит, мы будем первопроходцами. Человек в отношениях вообще всегда страдает от того, что ему не хватает чего-то. Всегда. Отношения – это пострадание. Ты постоянно внутренне, это как бы постоянное внутреннее требование. Получается, что отношения – это практика, это медитация, это возможность осознать свою вот как бы полноту. А втроем, мне кажется, это еще будет быстрее происходить. А тебе не кажется, что мы с Дашей будем страдать, а ты будешь наслаждаться медитацией? Я тоже буду страдать, потому что вы будете, наверное, мне претензии высказывать. Будет что то же самое. Зачем отношения с претензиями? Ну, у нас же были с тобой отношения с претензиями. На сне было претензий. Да, а то, что ты мне говорила, мне не нравится, что ты меня заправляешь, мне не нравится, что я сама себя заправляю, мне не нравится, что я в ресторанах плачу за себя, мне не нравится, что ты мне цветы редко... А? Да, ты мне постоянно претензии? Меня вообще не возбуждает, когда я за мужчину плачу. Ты же постоянно какие-то претензии предъявляла? Ну и так же будешь предъявлять претензии, что изменится-то? Ну, то есть тебе нравится, когда я предъявляю себе претензии? Я считаю, что я тебя люблю, и я готов тебя принимать. Если ты не можешь без претензий, значит, будем с претензиями жить. Я, конечно, тебя очень сильно люблю, но я ее терпеть не буду. А ты? А с какой, знаете, я должен терпеть другую женщину? Ну, хорошо, так а зачем вы тогда пришли? Ради чего? Я считаю, что вы пришли... Я хочу, чтобы ты был со мной. Я не могу быть только с тобой. Я рано или поздно начну тебя обманывать, потому что мне тебя одной не хватает. Получается, что это будет насилие. Я буду себя насиловать. Мне будет хотеться кого-то еще, а я буду себя насиловать и жить только с тобой. Ради того, чтобы общество сказало, что он классный парень. Ради того, чтобы быть нормальным, в угоду родителям своим, кому-то еще. Вот всей этой общественной телеге, которая катится, люди привыкли. Все остальное ненормально. А если ты по-другому, то ты пиздобол, козел, мудак, обманщик, сволочь. И я должен почему-то в угоду этому вранью... Я, получается, не имею права с собой быть. Я должен все время врать, врать. Я живу во вранье, и я несчастлив, потому что я вру. А я не хочу врать, я хочу справдиво быть. Я вас обеих люблю, хочу с вами жить. В этом городе заснеженная вьюга и мгла. В этом городе мне так приятно. Так, хорошо. Итак, я люблю тебя. Я люблю тебя и тебя. Я считаю, что я врал. Это плохо, потому что я не хочу всю жизнь пробрать. Ты говоришь мне пока, не махаешь рукой. Я не хочу обманываться. Ты хочешь, чтобы я верил, что проклопал тебе. Ты пришла, потому что ты без меня жить не можешь. И ты пришла, потому что ты без меня жить не можешь. Вы не можете без меня жить, вы меня любите. И вы хотите жить со мной. А все остальное, это ваши глупые принципы, даже и не ваши. Не вообще не делайте ва. И вот вы... Значит, будет гарем? Не с собой. Ну почему гарем? Почему? Что такое гарем вообще? Многожонство. Ну, то есть будут со временем появляться еще новые женщины. Это уже как не пространство, но разрешено. Тебе станет нас обеих мало ты, решишь, что тебе еще нужно рыженьку. Скоро рыжень появится. Виагра? Может быть, ты к этому стремишься? Может быть. Ты что, Меландзе? Я не знаю, я хочу... Я хочу много женщин, да? Да, я хочу много женщин, но пока что я хочу только вас двоих. Ну, а тебе не кажется, что... А почему мы должны выстраивать наши отношения, исходя из того, что когда-нибудь... А вам когда-нибудь негра захочется? Захочется при таком обстоятельстве? Да, да, и пускай, и ради бога. Ну, а тебе не кажется, что это получается не любовь, а какой-то эгоизм? Ты думаешь в этих отношениях все время... А получается, а в другом... Отлично. А в другом случае я не думаю вообще о себе. Я просто себя заставляю в угоду принципам и своему вранью, своему страху перед обществом, что я боюсь признаться, что я хочу жить с тобой и с тобой. Я... Где вот эта грань-то, баланс же должен какой-то быть между эгоизмом и тем самым... И полным наплевательством на себя. Получается, в другом случае я на себя плюю. Я предлагаю, давайте жить втроем, и только вы будете. Ну, а тебе не кажется, что это теперь по отношению к нам наплевательством, то что нас двое, и ты как бы этим наслаждаешься. Так, вы пришли, вы не хотите, чтобы я наслаждался. Вот вам завидают. Мы хотим, чтобы ты наслаждался одной. А я хочу наслаждаться двумя. А вот я не хочу, чтобы ты, сука, наслаждался. Вот я тебя так ненавижу, что не хочу, чтобы тебе было хорошо. Вы же просто из зависти. Вы, получается, меня ненавидите за то, что сами себе не позволяете. Да, я думала об этом. Да, ты просто меня не любишь, потому что ты не можешь себе это позволить, а я могу. Ах, он сволочь, сука какая. Хорошо ему, гад такой. Получается, так это уже не любовь. Получается, между нами нет любви. Мы просто... У нас в отношении есть зависти. Я хочу с этим человеком жить, потому что я ему завидую. Чтобы эта сволочь не была счастлива. А какие-то ненависти. Так надо просто этот паттерн тогда прекратить. Поймите, надо просто этот паттерн обрезать. Это дурацкий. Ты говоришь мне пока и махаешь рукой. Ты хочешь, чтобы я верил, что прохлопал тебя. Так, итак, девчонки, быстренько. Я считаю, что отношения, получается, у нас из зависти. Вы, получается, хотите, чтобы я был только ваш, но вы из завистили, чтобы не видеть, что мне было хорошо. Вы просто зависти, вы, суки. А я как? Живый кобель. Но я хотела сделать твои глаза. Поэтому я вам говорю правду. Я люблю тебя и тебя. Я хочу с вами жить. Мы хотим, чтобы он был только мой, Глеб. Только мой. Ну что за это самое? Есть что, помидор на рынке? Чтобы только мой. Я же человек. Глеб, ну неужели я не достойна того, чтобы у меня был один мужчина. И чтобы у него не было никаких других женщин. Послушай, вот смотри. Если бы тебе, если бы ты хотела одного мать мужчину, ты бы нашла бы себе какого-нибудь плюгавенького чувачка, не способного двух любить. И не способного правдивым быть. И сказала бы. Все, вот этот плюгавенький мой. И этот плюгавенький, наверное, никуда не денется. Хотя женщина не может в отношениях с мужчиной быть и не взращивать его. Поэтому ты в любом случае этого плюгавенького бы вырастила до такого уровня, что он бы захотел бы, он сказал бы, блин, я такой классный, пожалуй, двух. А с плюгавеньким тебе самой неинтересно. Мужчина не может принадлежать только одной женщине. Это идиотизм. Это придумало общество. Это придумало завистливое общество. Вообще. Мужчина, принадлежащий одной женщине, это выдумка завистливого общества. Ах, он, сука, наслаждается с двумя, тварь такая. Вот у мусульманства в этом отношении абсолютно такое здоровое общество у них. В этом плане. Вот здоровое общество. Нет, я всегда знала, что ты можешь говорить. Но я не собираюсь никого терпеть. Я люблю только тебя. Я хочу быть только с тобой. Ну пойди, а у нас тогда получается с вами бессмысленный разговор. Вы сюда пришли, не потому... Ну, я знаю, что вы хотите быть только... Чтобы я только ваш был. Но вы сюда пришли, потому что вы без меня не можете. Так давайте сдадимся своим чувствам и будем вместе. Глеб, идите. Я предлагаю сдаться чувствам. Зрители подумают сейчас, что у нас дело идет к... Ну вы поняли, к чему. Это не вот такой фильм, как вы подумали. Это нормальный драматический фильм. Глеб. Да. Ну вот, я хочу, чтобы ты сейчас вспомнил, как нам было хорошо вдвоем. Нам и есть хорошо. Нам не нужна третья женщина. Ну, к чему не нужно? Она мне нужна. Нам нет, а мне нужна. Я не хочу обманывать. Ты мне нужна. Но тебе не хочется, чтобы я была счастлива? Хочется. Но я не могу быть счастлива с другой женщиной. А я не могу быть счастлив, когда я только с тобой. Я хочу еще с Дашей жить. Я люблю ее. Я вас обеих люблю, но я не могу ничего. Ну так не бывает. Ну так не бывает. Они бывают в чьих-то фантазиях, в рассказах твоих родителей об отношениях. Так не бывает. Они бывают у бабушек. Мои родители 40 лет жили вместе и были счастливы. 40 лет, ты представляешь? А ты уверена, что они были счастливы? Они были счастливы. А если вот припереть твоего папу к стене с пистолетом и сказать, говори правду, сука. Ты хотел других женщин? Любой мужчина скажет, что да. Просто он себя сдержал, не позволил. Ну а что такое, потому что он себя сдержал? А я не хочу такой жизни. Я не хочу прожить такую жизнь и зная, что я себя всю жизнь сдерживал. Просто всю жизнь, сука, врал и сдерживал. И прожил 40-летнюю счастливую жизнь и сдох. Зная, что я хотел не совсем этого. Я хочу вот такую жизнь, которая будет идеально моя. А так получается, я живу жизнь не идеально свою. Немножко чужую как будто. Мне просто кто-то когда-то сказал, вот нельзя вот так. Вот надо только так. Я почему должен чужую жизнь-то прожить? У меня просто голова идет кругом. Я никогда не ожидала, что я что-то подобное услышу от тебя. Так вот смотри, так и получается, что вся твоя жизнь – это ожидания сплошные. Вот ожидания. Я никогда не ожидала это, я никогда не ожидала то. И все время как будто у нас не жизнь с вами, а вот какое-то, знаете, постоянное ожидание. Мы все время что-то ожидаем. Нам как будто рассказали. Вот тебе планчик, вот планчик тебе держи. И вот жизнь будет вот так И вот мы надеемся, что события будут этому планчику соответствовать Но это же идиотизм Когда есть бесконечная вселенная В бесконечной вселенной бесконечное многообразие вариантов А мы вот ждем, что сейчас будет так, как я и придумала Это же детская позиция, детский сад Ну не будет, как вы придумали, никогда Никогда не будет так, как вы придумали А если вы будете стараться жизнь живую загнать в рамки Как будто жить так, как вы придумали, то вы будете мучиться Вот говорила мне мама Нахрена тебе этот философ Лучше бы я ее послушалась А мама всегда права А что тебе мама говорила? То же самое, слово в слово Глеб? Да А у тебя было два папы? Нет, у меня были мамы и папы нормальные Которые тоже мне такую же афинею вешали на уши до 11 лет А потом развелись Потому что маме с папой было плохо И в результате я остался без мамы А если бы она сказала правду Она сказала бы Я люблю, мне тебя не хватает Ты хороший мужчина, например Ты классный семьянин Ты хороший домохозяин Ты умеешь там булочки вешать Мне нравится, что ты философ Но мне не нравится, что ты такой скучный У тебя нет В тебе творчества нет Я хочу еще, чтобы с нами жил мужчина творец А папа бы ей сказал Знаешь что? Вот это как раз проявление эгоизма Я понимаю, что я хочу, чтобы ты только одна была Моя, моя Вот это вот моё Вот это вот источник очистки Ну вот очень круто, Глеб Я хочу, вот пусть с тобой живет вот этот творческий мужчина И дети А у детей тогда будет мать Потому что главное дети В нашем случае у детей будет две матери, да? Да О, как круто У детей две матери Это же вообще Это счастье И ребенку не хватает внимания от одной Он пошел ко второй И получил от нее И получил от нее Любовь Это супер Или мне не хватило от тебя любви Я пошел к тебе И получил любовь от тебя А если у меня не хватило любви? Ты пошла ко мне или к ней? Нет, если ты пришел ко мне И не хватило моей любви Если тебе не хватило моей любви? Если тебе не хватило моей любви Я пошел к ней И добил А если тебе не хватило моей любви? Ты мне говоришь Слушай, мне этого не хватает Я хочу негра Или там И ты считаешь, что в таких семьях может вырасти нормальный ребенок? Слушайте, я не хочу планировать И вот я не хочу планировать Я не хочу жизнь Похожую на план Жизнь похожая Слушайте, на план Давайте один день проживем И посмотрим Да, вот Что или как Да Я просто из интерес Из любопытствия Да Давайте один день хотя бы поживем вместе Ну посмотрим И давайте И еще знаете Я даже об этом думал Я знал, что мы договоримся Даши Я за что Дашу люблю Вот Дашка Она вот Она заметила Она молчала-молчала Все там на руку смотала По кому-то мы поздаем А вот такая раз И вот конструктив Вот Давайте Во-первых, один день вместе мы живем Во-вторых, будем искренними Будем говорить, что мы чувствуем И договоримся Никуда не уходить Никуда не уходить А просто вот Остаемся вместе Какие-то возникли чувства Проговариваем Давайте Окей Я не уверена, что у меня получится Ну давайте попробуем Ну что-нибудь вообще Как вот вообще может Не получиться жить У нас же не может с вами Не получиться жить Мы с вами В любом случае живем Понимаете Мы живые Мы живем Не получиться это не может Не может Если не получится Вас не будет уже Даже некому будет не получаться У тебя не может не получиться жить У тебя не может не получиться чувствовать А не получиться может быть Не быть искренними Вот это может не получиться Но могут получиться Негативные чувства Ну и пусть А сейчас не негативные, мы друг по другу скучаем, ходим, что-то в уме там прокручиваем, думаем о том, как мы могли бы быть счастливы. Это же тоже негативные чувства. Ты не хочешь одни негативные чувства, получается, заменить другими, только эти негативные чувства, они зато более правдивые. Ну окей, окей, давайте попробуем. Все, пробуем, один день живем вместе. Да, один день мы проживем вместе. Решено. Супер. Давайте обнимемся. Спасибо. Вам огромное, что вы меня поддержали. Я вас так люблю. Девчонки, вы такие молодцы. Я понимаю, как вам было тяжело. Это не конец. Ты говоришь, как будто бы мы уже решили жить втроем. Мы один день, мы хотя бы один день. Один день. А давайте сейчас каждый скажет о своих чувствах. Давайте. Вот отлично. Вот уже как. Так, я что чувствую? Ну я чувствую такую радость, ликование, восторг. Я небольшой страх чувствую по поводу зрителей, которые сейчас этот фильм смотрят. Что они сидят и думают, сволочь, гад, урод, мерзавец, пиздобол. Ну, то есть женщины, которых тоже научили, вот им этот паттерн, вот вбили в бошки. И вот они сейчас сидят и ненавидят меня или вас. Дура, он их развел. Вот я как бы чуть-чуть боюсь их мнения. Хотя мне, честно говоря, на ваше мнение срать. Или нет? Не, не совсем. Я боюсь, что вы меня будете не любить. Но мне моя жизнь все равно важнее. А ты что чувствуешь? Мне плохо. Я уже не чувствую твою любовь. Я не знаю, почему я подписалась на этот один день. Не, ну ты знаешь, мне плохо, это очень так обтекаемо. Чувство, например, ненависть, тревога, беспокойство, горе. Да, я все это чувствую. Я чувствую беспокойство. Во мне какое-то смятение, тревога. Я тебя люблю и ненавижу. Я не знаю, что делать. Окей, давайте проживем этот день и посмотрим. В ненависти. А вот когда мы с тобой расстались, тебе было хорошо? Мы кучу раз с тобой ругались. Нет, ругались, это ругались. А расстаться, это расстаться. Это разное еще. А сколько мы расстались? На полдня? Ну, я рад, что ты так быстро сориентировалась. Через полдня связалась с Дашей и вы решили ко мне прийти. Ну да, но ты полдня не чувствовала то же самое? Да, я чувствовала. Получается, только сейчас у тебя есть возможность пройти дальше. Так просто, ты бы следующее отношение начала с того же. Почему я начала бы следующее отношение с того же? Ну, опять встретила бы мужчину, у вас было бы все хорошо какое-то время, потом он бы захотел что-то еще, ты бы об этом узнала. А с чего ты взял, что он бы захотел еще? А потому что человеку кажется, что если в жизни с ним что-то происходит, то оно с ним происходит, вот один вот этот единственный разик и больше типа никогда. Я сейчас поменяю, возьму, вот человека вот так переставлю и будет классно. Да это все вранье, друзья. Вы человеком не измените. Ну, то есть у тебя уже был опыт подобных отношений? У меня был подобный опыт, я не разрешил себе быть правдивым. Не разрешил себе быть правдивым. И, вы знаете, все разрушилось. А сейчас я себе разрешил быть правдивым. И у меня есть надежда, ну, у меня сейчас не надежда, у меня вообще сейчас счастье, что вы на этот эксперимент согласились. Я вижу как бы абсолютную вот цель. Для меня она абсолютно ясна. Значит, спросим у Даши. Даши, а ты что чувствуешь? Я испытывала грусть. Я люблю тебя. И, ну, да, чувство собственного достоинства, конечно, тоже хромает. Да, ребята, чувство собственного достоинства, чувство достоинства, это какой-то паттерн такой вот. Это просто зависть. Вы поймите, что если ваш мужчина имеет право владеть двумя женщинами, значит, он круче, чем... И получается, вы достойнее. Не знаю. Я себя панически чувствую. Я не хочу что-то же говорить. Я просто люблю тебя и грущу. Потому что ты такой. А какой такой? Ну, вот, моногам. Ой, нет. Полигам. Полигам. Ну, хорошо. Ну, все, давайте вот с этими чувствами и останемся. И зрителя, нашего зрителя оставим с этими чувствами. Пусть он тоже подумает. И вернемся к вам в следующей серии. Счастливо. Ты приехала, но ничего не предъявишь мне, сука. Ну, понятно. То есть, смотрите, получается, проблема не в том, что там, что женщина с кем-то делит мужчина. А проблема в том, что она не чувствует себя единственным. Но это проблема в отношениях всегда. Снежная вьюга и мгла. В этом городе мне так приятно. Да, и она при этом ее не чувствует никогда. Сажет тебя на гугах. Да. Получается, что ее уверенность, ее уверенность, она зависит. Женщина находится в состоянии зависимой уверенности. То есть, моя уверенность, это не моя уверенность. Ты мне дай уверенность. У меня в этом самой уверенности нет. Уже, чтобы я видел, что прохлопал тебя. Женщина, если даже уверенности на 40%, ты с рукой? Она все равно надеется у мужчины это получить. Все равно надеется. Вот, смотри. Вот так. Ты же, Даша. В результате привела Максима? Привела. Ну вот, все. Никто тебе ничего не говорит. Вот тебе Максим дал чувство уверенности? Еще как дал. Больше, чем ты. Ну все, отлично. Я счастлив. Вот я реально, я рад. Я тебя люблю. Мы вместе все равно. А Максим может мандарины в вашем доме потреблять? Не убей меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok